Ребят, хорошая новость. Знаете ли вы, что появился ресурс, где можно проверить свою очередь на вакцинацию от COVID? New York Times выпустил страничку, которая называется Find Your Place in Vaccine Line. Я скину вам ссылочку в описании. Вот так выглядит сайт. И что тебе нужно сделать? Вы знаете, что президент США уже объявил, что изобретена самая безопасная вакцина, все хорошо, и начинается массовое тиражирование. Об этом своё мнение и свой ответ ему на его страничке я опубликовала в прошлом моём эфире. Пожалуйста, посмотрите. Ссылочку я вам также прикреплю, чтобы не отвлекаться здесь. Ну вот, смотрите, простой такой ресурс, где нужно ответить буквально на три вопроса. Четыре. Значит, сколько вам лет? Я говорю на примере себя. Мне 33. В каком каунте вы живёте? Это регионы по штатам. То есть я живу в Спартанбург-Каунте в Южной Каролине. Я выбираю. Значит, к какой профессии вы относитесь? Health care – это как работники медицины, здравоохранения. Essential workers – это сотрудники первой необходимости. Это могут быть строители, это могут быть бизнес, которые именно первой необходимости. Либо учёные, разведка, военные. Потом first responder и teachers – учителя ещё. Essential workers – на самом деле я отношусь к essential workers, потому что у меня US press is international status, интернешнального блогера, журналиста, официальный от пресс-службы Америки, но я не буду ставить. Я поставлю как none, потому что я просто простой вот человек. Потом далее. Do you have COVID-related health risks? Есть ли у вас какие-то риски, связанные с ковидом, как, например, диабет, рак или какие-то иммунные заболевания? Я пишу нет и ставлю сабмит. Смотрите. О, какое счастье! Моя очередь на вакцину 268 миллионов 700 тысячная я. По Южной Каролине, если смотреть, то передо мной у людей, у которых высший риск, это 4 миллиона 200 тысяч. А если в моем каунте посмотреть, в моих городках, то 261 я на очереди. Вы знаете, я бы совсем не расстроилась, если бы здесь появилась циферка 6 миллиардов перед 268 миллионов. Я не очень-то бы расстроилась, если мне пришлось бы так подождать. Хотя нет, я бы очень расстроилась, потому что эти 6 миллиардов человек не знали бы о тех рисках, которые связаны с этой вакциной. Возможно, они не знали бы о тех 6 людях, на которых тестились уже вакцины, и они входили в эту фокус-группу, которые закончили с летальным исходом. Возможно, они не знали о сайте health.com, который пишет о 4 людях, у которых был паралич лицевого нерва после того, как им дали эту вакцину. Возможно, они не знали. В эфирах я показывала о людях, которые поднималась очень сильная температура, о людях, у которых была до такой степени трясучка зубов, их так трясло, что они аж сломали зубы. Официальный новостной ресурс CNBC вышел с таким заголовком. Врачи просят CDC предупредить людей о побочных эффектах вакцины от ковида, что это не walk-in-a-park, что это не просто прогулка по парку. Мигрень, трясучка, высокая температура, рвота и многие другие являются побочными эффектами. Возможно, они не знали, что все побочные эффекты от этой вакцины совпадают полностью с симптомами ковида. И один из побочных эффектов этой вакцины – это летальный исход. Возможно, они не знали также, что эта вакцина уникальная в своем роде, потому что это не простая стандартная вакцина в нашем понимании вещей. Эта вакцина содержит аароны, эта вакцина способна повлиять на наш геном, на наш ДНК, и своим белком заместить, сделать определенные изменения ДНК. Возможно, они также не знали, что эти изменения могут привести к невероятным последствиям в нашем организме, изменениям, каким-то патологиям, вплоть до остановки возможности продолжения рода. Это то, о чём сейчас говорят честные учёные, иммунологи, которые выставляют свои публикации, после которых они пропадают случайно без вести. Это то, о чём говорят небезразличные к человеческой жизни специалисты. Ребят, конечно, на самом деле, если без шуток, то это совершенно не смешно, потому что это говорит о том, что тебя держат за стадо баранов, тебя уже поставили в какую-то очередь, в которую ты не записывался, и есть уже кодовый номер, как говорится, под которым ты должен вот в этом всём цирке участвовать. Без твоего решения, без твоей воли и без твоего желания. Очередной раз украли твоё право, право выбора. В любом случае, всё это видео — это просто всего лишь моё мнение, мой комментарий. Он ничего общего не имеет с медицинской рекомендацией, с медицинским советом. Это ваш выбор, это главное, чтобы он у вас был. Это ваше здоровье, это ваша ответственность перед вашей семьёй, будете ли вы это делать или не будете. Я лично сказала своё мнение, мнение своей семьи. Всего вам доброго, здоровья вам. Вам главное, чтобы у вас был выбор, а всё остальное — это уже ваше право.